Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Капитан Крым, и мы сегодня, вот верите, буквально совершенно случайно проезжали с друзьями мимо, зашли в магазин Альмавелли фирменный, вот который при производстве, при заводе, и попали на экскурсию. Не планировали ничего, а я решил для вас снять сюжет, потому что от такой возможности отказаться просто не могу. Стоюсь сейчас возле прекрасных роз и возле виноградных лоз, уже стихами заговорил. Предлагаю вам сегодня вместе со мной пройтись по производству, посмотреть и познакомиться ближе с винами Альмавелли. Друзья, вот здесь растет виноград, вот как раз нам только что сказали по этому принципу, когда вот как буква В, и видите розы, они как индикаторы, если что-то происходит с розами, начинают они там грустить или им становится плохо, то сразу обращать внимание, что с почвой, что там, ну как бы надо что-то принять меры определенные, может быть какие-то болезни. Розы высажены в виноградниках, как индикатор, ну для тех, кто не знает, посмотрите какие-нибудь красивые. Здесь с розами все в порядке, выглядят они отлично и виноград тоже. Сейчас я вам покажу сами ягоды, смотрите какая красота. Вот, вот видите в лучах солнца, утром у нас сегодня был не очень хорошая погода, был туман, потом вышло солнце, давайте немножко пройдемся, пока никто не видит. Смотрите какая красота, вот такие грозди, висят винограда. Ну а теперь давайте пройдем на производство и Анастасия нам детально все расскажет, я думаю будет очень интересно, идемте. В 2005 году приглашенные австрийские, немецкие, французские эксперты проводили исследование Теруара, это почвенно-климатические условия долины. Они выделили 11 микрозон, пригодных для виноделия в нашем регионе и составили список сортов, которые мы можем выращивать. Это около 15 классических европейских сортов и такие редкие для России, как Демпронильо, Дорфельдер и Пятиторвин. Также у нас растет два автохтона. Это крымские аборигенные сорта, как уроки фесия. Первые посадки были в 2008 году. Это было около 25 гектар за винодельный. Позже в 2010 году высадили еще небольшой участок в селе Песчаная недалеко от нас. На сегодняшний день у нас 380 гектаров, 210 за винодельный и 170 в песчаном. То есть все рядом здесь? Да, все рядом. В долине Альмы? В долине Альмы, да. А здесь что? Здесь растет сорт Кабернефран, это необычная посадка куста, называется Лира. То есть он тоже производство идет? Это вот бордоская система появилась недавно, да. У нее, видите, V-образная шпалера и формировка куста в виде буквы Y. Раздвоенная крона придает винограду больше солнца, то есть в нем скапливается больше сахара. Единственное, какое неудобство, это только ручной сбор. Машина здесь не проедет из-за V-образной шпалеры. Друзья, вот такой комплекс, вот там мы были возле Винограда, это производство, а это прививочный комплекс, который в 2018 году открыли. Мы с вами начинаем осмотр с крыши производства. Здесь гравитационная система. В общем, сейчас Анастасия нам подробнее расскажет. Крышу винодельния, вот в таких вот боксах или гидравлических лодках. И насыпается в дробилку гребнеотделителя. На выглубку так, видите, дальше. В дробилке гребнеотделителя происходит отделение ягод от гребня, от веточки, и травление ягоды. И на этом этапе у нас виноделие делится по белому и по красному. Красный виноград загружается вот в этих бункерах и отправляется на брожение. Белый виноград загружается в дальние бункера и отправляется на прессование. Сам по себе сок и белого, и красного винограда, он белый. Без цвет находится в кожице. Поэтому красные вина бродят с кожицей и косточкой, белые без. Также мы делаем розовые вина и оранжевые. Розовый вина – это красный виноград по белому способу. Он после отделения сока несколько часов еще настаивается с кожицей и косточкой. Оранжевый вина – это белый виноград по красному способу. Он в течение 6 месяцев пройдет с кожицей и косточкой. Смотрите, вот это в таких вот больших ящиках приезжает виноград. Так, а вот сюда это все загружается. Вот сюда красный. А вот туда, видите, такие же стоят белый. Я, честно говоря, не знал, что белый и красный виноград отличается. Ну, то есть, вот цвет дает именно кожице виноград. Очень интересно. Смотрите, как красиво. Вот долина Альмы. Альма-Велли, поэтому называется так. Вино, завод. Потому что это одна из самых таких мест замечательных в Крыму. Вот так это выглядит. А мы с вами как раз стоим вот на этих вот бочках стилизованное здание. Очень интересно. Вообще, производство Альма-Велли считается одним из самых технологичных с высокой культурой производства и одним из самых оснащенных предприятий по виноделью в Крыму. Так что вот так вот мы сегодня тут с вами смотрим на все эти красоты и технологические новшества. Емте. Мы тут приотели специальный палатик. Вот. Альма-Велли. Сейчас мы заходим непосредственно на своем производстве. Опускаемся по лестнице. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая лестница, ведущая вниз. Мы под тяжестью силы гравитации опускаемся сверху вниз, как опускается виноград. И заходим уже в новое помещение. Сейчас Анастасия нам расскажет еще что-то интересное. Здесь у нас прессовое отделение. Это первый этап производства розовых и белых видов. Сверху с крыши виноград попадает в пресс. Пресс мембранного типа. То есть внутри находится перфорированная решетка, внутри которой мембрана. Под давлением мембрана расширяется и сдавливают виноград к решетке. Таким образом отделяется сок. Сусло стекает в сусло с корни. Ванночка под прессом. И отправляется к нашему нише напряжение. Кожица и косточка по транспортеру отправляются на первый этаж. И пояска вычистительное сожжение, где перерабатывают на комфорт. На комфорт? Да. Они отправляются обратно на поле, как перегной. Также делаются и розовые, видимо только после отжатия сока. Они несколько часов настаивают все в прессе. То есть основной процесс происходит вот в этих лимкостях? Да, в прессе. Ну, для белых и розовых лим. И сколько здесь он находится? Белые страсы отделился сок, и они отправляются на первый этаж. Розовые 2 часа где-то. Перед отправкой. Смотрите, как здорово. Дуговые бочки. Давайте посмотрим. Написано. 50 по паспорту вместимость. Чуть ниже мы спустимся, и нам про эти бочки сейчас Анастасия расскажет. Вот, в общем, такое оборудование. Очень все интересно. Так что, думаю, мы с вами эту историю продолжим. Так, мы с вами перемещаемся с одного зала в другой. Здесь вот много-много бочек. Здесь... Снизу, может, посмотрите, я вам сейчас расскажу про зал. А это что здесь? Здесь цех брожения красных вин. Видите, направляющие рукава металлические? Они крутятся на 360 градусов, заполняя по 4 емкости. Красные вина бродят с кожицей косточкой. Во время брожения выделяется углекислый газ, который выталкивает кожицу и косточку наверх. Образуется шапка. Пузырьки, да, такие, да? Ну, пузырьки, да, и шапка образуется. Если ее не перемешивать, то она затвердевает как бетон, и вино под ней скисает. Ну и весь смысл производства красных вин – это постоянный контакт сусла с мязгой, с кожицей косточкой. Поэтому у нас есть несколько способов работы с шапкой. Первый способ – это первые 4 емкости, называется делестаж. Мы забираем сусла снизу в промежуточную емкость, с пятую, шапка опускается на дно. И позже бродящее сусло заливается сверху на шапку, таким образом перемешивая ее. Второй способ – третья, четвертая емкость. Видите, сверху находятся борщи. Они двигаются вверх-вниз. Порщни дают эти вот вертикальные? Да, вертикальные. А вот эта штука крутится на разные бочки? Да. Они двигаются вверх-вниз, внутри находится лопасть. Порщень проталкивает лопасть на шапку и внизу ее прокручивает. Это наиболее интенсивный способ, называется пижаж. Третий способ называется барботаж. Я потом вам снизу покажу, емкость резина на две части. В нижней происходит брожение, если углекислый газ собирается в верхнем цилиндре. И позже он с некой периодичностью задается вниз на шапку и разрыхляет ее. То есть вот в этом зале сейчас делаются и красные, и белые? Нет, тут только красные. А только красные? А белые? Видите, белые, они сначала попадают в пресс, а потом идут на брожение. Красный же виноград сразу идет на брожение, потому что он схожится и косточкой кроет. И последний способ называется ремонтаж. Это разновидность первого способа. Только мы не забираемся в промежуточную емкость, а просто снизу вверх орошаем шапку. И после брожения уже сброшенный виноматериал отправляется этажом ниже в бочки или резервуары на хранение. У вас все вина собственных виноградников? Да, только собственных. То есть именно в связи с ягод, то есть настоящее. А можно приоткрыть дверь, понюхать просто? Мы можем внизу. Нет, я бы хотел сверху запаху, но где-нибудь есть ли? О, пахнет горячим вином, как глинтвейно. Ой, видите, чтобы отражения не было, вот так это все выглядит, и мы сейчас спускаемся вниз. Мы с вами идем в цех отображения, вот практически от первого лица, зона таможенного контроля. Уграничников нет? Ага. Как называется барбатаж, да? Это верхняя часть и нижняя? Да, нижнее ображение, углекислый газ в верхнем цилиндре. А, то есть получается там газ собирается, его забирают, ну как бы очищают. У вас же процесс, куда он надевается, газ? Нет, это для того, что сделано, чтобы потом этот углекислый газ запустить вниз в емкость. По кругу? Да, чтобы разрыхлить шапку. А, и за счет этого вино не киснет, а вот так будет. Шапка перемешивается таким образом просто. Вот смотрите, друзья, вот такие емкости из нержавеющей стали. Это очень красиво. Холодная. Это рубашки охлаждения. А сколько? Какая температура поддерживает? Ну, у красных от 18 до 26 градусов. А у белых? Для ображения. У белых 14 до 16. Ниже. Ниже. Ну что, как вам, друзья, напишите комментарии, интересно или нет? Мне очень интересно. Мы в другом зале сказали не ходить под рукавами, потому что может просто вот так вот красиво на тебя молодое вино или виноградный сок истечь вот здесь. Ух, бочка, смотри. Давай, это не за, будет не виноградный. Да. Очень интересно. А здесь что? В этом делается наша резервная линейка. Это виноград, собранный с определенных участков, только ручной сбор. И поступает виноград не на крышу, а сюда. Сюда подкатывается дробилка гребня отделитель. Вот такая вот. Это дробилка здесь ягода от гребня. Она поменьше, да, получилась? Поменьше, потому что маленькие партии. И по транспортеру загружается в буты на 5000 литров. Это у нас единственная линейка, которая и бродит, и поддерживается в дубе. А эти кетки-то какие? Красные? Это черная кетка с надписью резерв. И здесь делают айсвайн ЭТПА. Айсвайн это вино из винограда замороженного на лозе. Его собирают в основном в январе месяца. Температура должна быть минус 7-8 в течение двух суток. Ягоду собирают в 3-4 часа ночи. Ягоду от гребня отделяют на поле. И прессуют на улице, чтобы ягода не разморозилась. А сколько такого винограда? Ну, килограммов там, тонна, меньше? Это маленькие партии. Чего меньше? Наверное, меньше, потому что оставляют гектару всего лишь. Это большой риск, не каждый год получается. У нас получалось только в 17-м году сделать, в 18-м году. То есть нету мороза этого, да? Мороза нет, да. Крыму очень редкое явление. К примеру, в Германии его в декабре собирают. В ноябре, в декабре. У нас до января он бисит. Рождество, наверное. И получается очень сладкое вино с маленьким содержанием алкоголя. А на полке это вино в какой ценовой категории, как называют? 2500, у нас тут есть Алистань Кабернет-сувиньон. Кабернет-сувиньон. И делаем ТПА. Это немецкое наименование вина. Дрокенбера наус лето. Это вино из винограда, пораженного благородной плесенью по 3-й сценария. Этот виноград собирают в октябре-ноябре. Нужно, чтобы утром был очень сильный туман. А днем жарко и ветрено. Плесень распространяется только по одной стороне, как был ветер. И собирают именно эти пораженные ягодки. И резерв тоже может быть красным или нет? И резерв тоже красное и белое, да. Плесень сидит на ягоде, прокалывает и утягивает всю воду. Как бы заизюмливый виноград. Получается тоже сладкое вино с маленьким содержанием алкоголя. А цена у него тоже такая? Тоже в районах. Там-то 0,43 в бочках. Спасибо, очень интересно. Давайте заглянем в одну бочку. В одну из. Пусто. Все выпилим. Так, теперь мы с вами идем в подвал, где уже вино в бочках. Настаивается и ждет своего часа попасть в бутылку. Здесь выдерживаются белые вина практически всех линеек. И молодые вина. А, вот в таких больших бочках, да? А вот в этих вот деревянных? В деревянных в бочках сейчас их будет побольше. Угу. Так, вот написано Каберне. Каберне. Все Каберне. Альма-Белли. Бочки красивые. Вот такую бочку одну с собой взять. Ну вот резерв белые 14, красные 18 льдой 4 месяца. 18... Чего, недель? Месяц. А, месяц. Да. То есть он потом попадает в бутылку? Потом они, да, в бутылку. На полку в магазин. Ну, потом они объединяются здесь, магазинируются и уже ждут розлива. Так, сейчас смотрите. Оп. Красота. Так, здесь мы, получается, уже... Здесь выдержка происходит. Выдержка. Да. А самое крепкое вино в ваших линейках какое? Ну, самое крепкое? Выдержанное. Ну, я имею в виду... Самое выдержанное это резерв. Резерв. Оно заливается в бочку первого, второго массажа, в новую бочку и выдерживается дольше. Это в январе собирается? Нет, это в январе резерв. Черная этикетка с надписью резерв. А у вас резерв, какие вино, царта? Ну, Каберне, я знаю точно. Каберне, Тембронильо, есть Ширас, Мерло. Практически все, которые есть, и сортовые. Все есть резерв. Да. Фарк бочек рассчитан на полторы тысячи бочек, объемом 500 в 225 литров. Это три разных вида дуба. 80% французский дуб и по 10% карабахский американский. Резервная линейка заливается только в новую бочку. Это бочка первого массажа, когда она отдает до 70% ароматики и дубильных веществ. Это вот новая, как вот та стоит, да? Да. Альма-Икс, она приближена к резерву, эта линейка. Она заливается в бочку первого, второго массажа. Остальные же линейки заливаются в бочку третьего, четвертого массажа. И выдерживаются значительно меньше, чем резервная линейка. Позже мы бочки продаем. У нас каждый год бочек меняется на 20-30%. Друзья, мы с вами были наверху. Вот положатся косточки с прессового отделения вот сюда. Но пока здесь вот их мало. Видимо, уже мы опоздали, все убрали. Ну, в общем, вот так это выглядит. Можете еще здесь цех белого вина взять. На белое вино? Да, да. На моржете, да? Наша Анастасия еще предложила нам с вами взять и в цех белого вина. Здесь цех даже светлее, мне кажется. Здесь много белого вина, розовый и вина с остаточным сахаром. Друзья, мы вышли из производства. И здесь такая небольшая виноградная аллея. Смотрите, вот эту лозу высадил Путин. Эту Матвиенко, Шойгу, Лешойгу, Сечин, Медведев, Лавров, Иванов, Костин. Вот, видите? Ну, и так далее. Там Голодец и Аксенова, Орешкин. Вот так вот выглядит фасад. Вообще, очень интересное место. Сколько раз проезжал. И вот, наконец-то, я сюда случайным образом попал. Смотрите. Сокализовано под большие бочки. А здесь растет реальный виноград. Вот, если вы видите, вот есть грозди такие темно-синие. Стороны у нас, по задумке швейцарского архитектора, винодельно выглядит как три бочки. С них везет корабль сверху, как паруса. Первые две бочки – это переработка по белому способу и последняя по красному, как вы спускались. Последняя – это вот эта. С той стороны красная, а эта белая. Это две белые. А розовая – посередине. А розовая – это есть по белому. Где-то, я понял. Ну, получается, посередине. Интересно. А в каком году построил это здание? Здание в 2014 году. В 2014? В 2013. В 2013. И вообще, все производство и сам завод «Альмавари» с 2013 года? Получилось так, что в 2008 посадили виноград и спустя пять лет его собрали в 2013 году. И запустили в производство. Маленькая пристройка – это будущий цех шампанских фильмов. Где? Это такой маленький цех шампанских фильмов? А, под землей. А вот этот вот растет виноград – это для чего? Просто для красоты или здесь тоже собираются? Нет, здесь просто необычная формировка. Вот то, что вы говорили. Да, да. Вардовская система «Лира» называется. Она также идет в производство. Просто показательный участок, да. Это вот… Я понял. А где ваше вот отсюда, получается, вот все, что за территория? Вот эти виноградники? Нет, только в песчаном. В песчаном? Да. А здесь просто вот показатель, да? А будете расширяться еще? Есть такие плавные? Да, конечно. Прививка нам каждый год дает где-то 600-700 тысяч прививок. Это получается прививка? Да, это как бы вы размножаете свои… Это процесс вращивания двух растений, единое целое. С целью придания хороших качеств обеих компонентов прививки. То есть усиливаете жизнестойкость. Нет, нижняя часть – это корневая система. Она устойчива к филоксере, устойчива к перепадам температуры, имеет толерантность к извести почвы. И верхняя часть – это привой. Это часть, которую нам нужно получить ярко. Ага. И потом вот это все привитое вместе высаживается в грунт. Высаживается в шкалки, да. А полив какой-то специальный или он… Система капельного ворошения. То есть есть это все, да? Друзья, ну что, вот мы с вами побывали на заводе «Альмавелли». Очень интересное производство. Я думаю, вам понравилось. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Ваш капитан Крым. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok